Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствует на своем канале. С вами Витарган177. Сегодня у нас будет на обзоре аж две машины сразу. Это у нас будет два Егаря. Один Егарь это Кунг, второй Егарь это Борт. Вот это что называется топ автомобилей на сервере Сметана в плане вместительности. В плане вместительности и в плане цены. Это самые дорогие автомобили, которые только есть на сервере Сметана. Вот ну конечно безусловно они заслужили эту такую так скажем честь быть самыми дорогими за счет того то что в них имеется. На самом деле моды сами по себе они качественные, хорошо сделанные, очень детализировано все сделано. На самом деле все красиво. Автомобильчики я уже пощупал что называется, посмотрел на них. Сделаны на автомобиле реально классно. Ну авто Егарь с Кунгом, он в принципе в априори своей, он достаточно очень брутальный автомобиль. Что в брутальности добавляет вот этот вот кенгурин, который установлен у него, лебедка, противотуманные фары, все дела. Ну вот чего не наблюдаем мы на бортовом автомобиле. Вот ну каждый автомобиль ребят хорош по своему. Ну значит что мы здесь вообще с вами имеем. Мать честная здесь еще и бочка. Это бочка я так понимаю это топливный бак. Обалдеть. Просто обалдеть ребят. Ну давайте залазим наверное вовнутрь, смотрим что мы здесь с вами имеем. Значит у нас здесь два огромных ящика, значит у нас канистры под воду, сверху тоже ящики, вот такие вот ящики, да, холодильник, аптечки, ящики для патронов. Каких ящиков ребят здесь только нет. Само собой разумеется запаска, столик, как для пикника или какой он там для отдыха на природе. Вот, то есть здесь ребят реально всего очень много. Единственное что владелец данных автомобилей не запихал сюда канистру. Кстати, владелец автомобиля у нас, автомобилей этих являются Days. Это не игра, это ник у человека такой. Days, огромное тебе спасибо за предоставленные моды. Вот, потому что лично мне самому их прям так скажем не потянуть, что называется. Вот, значит. Канистрочки единственное, прошу простить, канистрочки единственное здесь нет, вот. Ну да и хрен бы с ней, ребят, ну зато посмотрите сколько здесь всего. Холодильник, ребят, можно открыть, откроется или придется мне все-таки включать вот это вот, да, ладно, включим. Вот, и холодильничек, ребят, открывается. Бочки, фигочки, холодильник. Холодильник у нас дает 300 очков, ну то есть 300 слотов. Блин, ну это реально круто. Реально круто, ребят, ничего не могу сказать. Прям вот офигеннейший автомобиль. Я, безусловно, могу что-то даже подзапамятовать и не сказать. Кстати, вот, походный столик он называется, если быть дословным. Значит, холодильник, два ящика, газовая плита, кастрюля, значит, две канистры под воду, две аптечки, три ящика под патроны, три слота под оружие, шесть ящиков, контейнер зеленый, который написан, да, плюс ко всему запасное колесо. Ну и столик, который я ранее упоминал. Плюс ко всему сам по себе, ну и бочки, да, плюс сам по себе борт, блин, чего я так, ничего ли, я не забыл. А, забыл. Ну, то есть сама по себе вместимость автомобиля, плюс рюкзак, который вы можете поставить здесь вплоть до 150 слотов. Но это, опять же, 150, это чисто вот взял и поставил из разряда, то есть пошел, купил и поставил. Но на сервере есть рюкзачки, ребята, поместительные, я буквально вот недавно об этом узнал. Пока, опять же, все это для меня вне зоны досягаемости, потому что я недавно работаю, тут какие-то есть специальные зоны, где можно лутать топовый лут. Ну вот, для этого топового лута требуется топовое оружие, чего у меня тоже нет, к сожалению, пока что. Вот, для топового оружия нужны топовые патроны, они не продаются, их можно только найти, либо у кого-то купить. Короче, ребят, достаточно все очень сложно в плане лутания каких-то таких запретных, так скажем, новичкам зон. Вот, то есть сервер достаточно разносторонний, разнообразный в плане лута того же самого, да, то есть по ваниле, грубо говоря, все не ограничивается. Здесь очень много мест, различных бункеров и так далее, тому подобное. Вот, а, плюс еще там карту эту надо, как она там дословно-то, карта эта называется-то, господи, с головы вон. Да хрен бы с ней, карта, короче, нужна еще для того, чтобы эти самые бункеры открывать. Вот, значит, что у нас получается с вами по вместимости общей? 3000, ну вот я заморочился, я посчитал, 3128 слотов на все, про все, вместе с холодильниками, фигильниками, там и так далее, там по ящиками, аптечками. Все, 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 что я увидел, если я ничего не забыл, не забыл, я суммировал и получил 3128 слотов. Ребят, ну это реально топ, да, как бы, наверное, действительно ничего больше, чем егерь, вот этот с кунгом, на этом сервере нет, больше, чем в поместимости. Вот, закрываем дверки, безусловно, анимации дверок присутствуют, все возможности, безусловно, анимация капота у нас имеется, капот, откройся. Не хочу, я включаю, вот, открылся, вот, значит, для того, чтобы у нас автомобиль ехал, кстати, одной лампочки у них хватает, блин, а у меня нет с собой, вот, значит, чтобы автомобиль ехал, нам нужно аккумулятор, радиатор и обычную свечу накаливаю, а, зажигание, прошу простить, вот, это у нас не дизель, поэтому свеча у нас здесь зажигание, вот, ну и, ну, лампочки, две штучки, само собой разумеется, как бы, они на ход событий не влияют, но, чтобы в темноте, так скажем, не заблудиться, оно того требует. Ну, давайте заглянем в салон. По салону все достаточно очень хорошо детализировано, помимо всего прочего, здесь может поместиться 4 человека вместе с водителем, что очень даже неплохо, да, то есть вы сможете вести 3128 слотов с собой, напихать в этих слоты все, что угодно, хоть слона, наверное, вот, и плюс ко всему еще с вами может ехать три пассажира, вот, детализированная, вполне такая, знаете ли, детализированный салон, вполне очень даже симпатично все выглядит, прям, вот, знаете, ну, глаз радуется, реально, то есть качественный мод, это вот, это реально качественный мод. Давайте заведем автомобиль. Ну, такой вот звук двигателя, давайте сделаем его на максимум. Не глушит ли он нас? Ну, я бы не сказал бы, чтобы он глушил прям, ну, шумновато, конечно, вот, хочется вот как бы вот так вот, хотя бы, беруши немножечко нажать, один разик хотя бы. О, вертолет пролетел. Кстати, в комментариях напишите, что этот вертолет делает, который пролетает надо мной, я, честно говоря, до сих пор не знаю. Машина достаточно бодрая, я хочу вам сказать. Очень бодрая машина. Вот, и знаете, вот, что меня немножечко смутило, так скажем, ну, может быть, это, конечно, не недостаток, вот, но лично мне непривычно. Это очень высоко задранная камера, прям, вот, знаете ли, прям, очень высоко задранная камера. Пятиступенчатая коробка передач, как на ледковом автомобиле, можно сказать. Вот, в управлении вполне очень даже адекватен. Единственное, я общался еще до того, как вообще сесть в этот автомобиль где-то несколько днями ранее с человеком, который тоже владел егерем. Он сказал, что автомобиль очень куверкабельный, да, то есть на поворотах норовит перевернуться. Ну, возможно, да, видно, что он такой достаточно шаткий-валкий. Ну, в принципе, в принципе, видя, что автомобиль достаточно очень высокий, вот, да, то есть центр тяжести явно у него все-таки смещён немножечко, ой-ой-ой-ой. Вот, если центр тяжести смещён кверху, то есть, в принципе, это вполне оправдано, да, то есть, если приобретать такой автомобиль, как егерь, и думаете, что вы будете ездить как на легковушке, наверное, всё-таки нет. Физика грузовиковая при нём присутствует. Это приближает этот автомобиль к большей реалистичности, я считаю. Прямо, знаете ли, я даже сказал бы, что это плюс, а не минус. Вот, ну, давайте, наверное, пересядем в другой автомобиль. Ну, перед тем, как пересесть, мы, безусловно, его пощупаем. Основные отличия посмотрим. Значит, борт анимирован, дверцы все эти анимированы, капот, безусловно, анимирован. Подкапотка у нас идентичная абсолютно, аккумулятор, радиатор свеча, две лампы. Вот, здесь у нас запаска ля-ля-ля-то поля-то, кузовные элементы. Два ящика, можем сюда затолкать, ребят, 50 брёвен, 100 досок, 40 листов по металлу. Можем также поставить в дот-слот колун и лопату. Лопата стоит, есть, кстати, колун у владельца в инвентаре, вот, видите, наводится, что колун можно реально сюда поставить. Не буду ставить по причине того, что сейчас его поставлю, он зачеркнётся, и я буду искать долго, упорно место, как его отсюда выковырить. Не хочу тратить на обзоре на это время. Вот, это, знаете, вот, это вот из разряда вот ещё доверие. Блин, ну, прям вот, Дейс, тебе огромный респект. Прям вот, не знаю, что сказать даже. Так, ладно, давайте мы это опустим. Ну, что мы с вами имеем по автомобилю? Значит, рюкзак можно поставить. В данном случае рюкзачок на 90 у нас слотов, но можно поставить, опять же, спокойно до 150, найдя какой-нибудь топовый рюкзак в каких-то там шпикулях на этом сервере, в каких-нибудь бункерах. Я думаю, можно и более чем на 150 даже сюда воткнуть. Я не думаю, что кто-то это будет делать, в автомобиль засовывать там топовые рюкзаки. Ну, вот, скорее всего, и топовые рюкзаки либо будут уходить на продажу, либо носиться на самом себе. Ну, опять же, кто сколько играет, может быть, у него там десяток этих рюкзаков, может и позволить себе воткнуть в автомобиль. Вот, значит, что мы с вами здесь имеем? Ну, как я и сказал, два ящика, да, там дополнительные всякие ля-ля-та-па-ля. Вот. Так, давайте я машинку закрою. Вот они, эти два ящика. Чтобы дополнительные, то есть, чтобы появились слоты от этих ящиков, их нужно, ребят, открывать. Вот, то есть, вот так подошли, открыли. И тогда внутрянка, что называется, будет доступна. Вот они, открытый ящик на 350. Вот он, еще один открытый ящик на 350. Плюс содержимое самого автомобиля на 1000. По итогу у нас 1850 слотов. С учетом того, что у нас будет использоваться рюкзак на 150 ячеек. Ну, слотов. Вот. То есть, это тоже достаточно неплохая вместимость. Но, я так скажу, что гелик у меня более вместимый. Но, естественно, у меня гелик не способен привозить бревна, доски, листы металла, ни колун, ни лопату. Да, то есть, вот это всего. Гелику, на котором я езжу, естественно, это недоступно. Да, то есть, да, он вроде как немножечко менее вместительный, чем гелик. Вот. Но, в то же время, этот автомобиль более расширен в плане добычи ресурсов. Вот. Ну, как бы, вот так, ребят. Вот такие вот автомобили. То есть, я считаю, вполне очень даже достойные моды. Вот сами по себе моды. Они приятные, ребят. Вот. Чего не взять, того не отнять, как говорится. Давайте посмотрим с вами салон. Салон абсолютно идентичен. То же самое. Та же самая панель. Та же самая магнитола. Все текстуры один в один. Та же самая вместительность. Значит, у нас получается водитель плюс три пассажира. Звук двигателя точно такой же. Не больше, не меньше. Скорость набирает точно так же быстро. Не больше, не меньше. То есть, чисто по настройкам машинка, ребят, один в один. Прямо вот, опять же, повторюсь, не больше, не меньше. По ходовым качествам в плане опрокидывания, что я хочу сказать? Ну, что я хочу сказать? Вот я сейчас в столб ушатался, меня развернуло на 360, вернулся обратно на дорогу. Ну, в принципе, меня не опрокинуло, по крайней мере. Кстати, вот присутствует вот такая, наверное, скуньсяпка такая своеобразная висит. Вот. Она тоже, я так предполагаю, имеет небольшую какую-то анимацию, или мне показалось. Или она как копанная. Или как копанная. Да и хрен бы с ней. Вот. То есть, в целом, в целом, ребят, машина выглядит классно. Вот. Вот даже чисто по визуальности, не знаю почему, но мне с бортом он даже как-то больше нравится. Но, но... С кунгом, ребят, по вместителям. Знаете, вот реально, по-моему, он более такой устойчивый. То есть, вот, за счет того, что у него отсутствует кунг, центр тяжести у него пониже. Вот. И, соответственно, автомобиль, ребят, у нас на дороге держится более устойчиво. То есть, можно повыбирать, да? То есть, немного поменьше влазит, чем кунг. Вот. Но зато поустойчиво. Но, с другой стороны, если вы берете егеря, вы же его берете не для того, чтобы быстро ездить, да? Вы берете его для того, чтобы много возить. Поэтому, я больше, чем уверен, что в большинстве случаев будет падать взор ваш именно на автомобиль с кунгом. Вот. То есть, вот как ни крути, но автомобиль с кунгом, он лучше... Здрасте, приехали. Ты-то откуда такой красивый? Да, какой я ровно стреляю, вообще просто огонь. Вот. Вот. Залезь на капот. Тоже вот не так просто. У меня здесь вот получилось, правда, залезть как-то. Вот я что-то прыгал, прыгал. И у меня получилось залезть на капот. Но сейчас вот даже не получаю. А, вот, за повод получилось. То есть, если, грубо говоря, вы бежите от зомби, да? И вам нужно побырой спрятаться на капот, залезть на капот. Вот. Может быть, с первого раза не получится. Вот. То есть, вероятность того, что вам надают по жопе, очень велика. А, вероятно, снижается, если у вас будет открыть борт. Борт запрыгивается вообще элементарно. Буквально с первого раза. Давайте мы ящики с вами закроем. Вот. Да, в принципе, наверное, я бы закончил бы обзор. Да, закончу я обзор, ребят. Что, я по цене, в принципе, сориентировал. Не буквально. Вот. Но сказал, что эти автомобили, они самые дорогие из автомобилей на сервере сметана. Вот. Также они самые дорогие, если приобретать их методом доната. Думайте сами. Решайте сами. Иметь эти автомобили или не иметь. Я, честно говоря, не знаю. Пока что взор мой на них не падает. Наверное, потому что я еще не наездился, не накатался на гелике. Вот. Теперь я загрузка сервера через 5 минут. Блин. Как я вовремя все успел. Как раз, по-моему, и солнце начинает уже заходить. Ну, нет, еще не заходит. Но перезагрузка меня заставит, безусловно, сервер покинуть. И, безусловно, заставит закончить этот обзор. Все, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставим лайки. Жамкаем колокольчик, безусловно, чтобы не пропускать новые серии. Серия у меня выходит достаточно, ребят, редко. Но метко. На каком проекте играю? На таком проекте, собственно говоря, обзорчики и записываю. Чтобы все-таки люди знали. Новички приходят. Хотят что-то приобрести. Понимать вообще хотят, на что им нужно копить. Я думаю, эти обзоры будут очень познавательны. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока. Продолжение следует.